итак привет народ с вами дмитрий и сегодня мы будем тестировать вот такие две платы здесь я уже припаял разъем usb к этой плате это платы стабилизаторов на 5 вольт и поля для power банка и такая плата заявлена 2 ампера на той и на другой плате что она держит использовать будем электронную нагрузку до 3 ампер вот такая она из себя а также тестер такого плана на микроконтроллере микропроцессорного типа ну и тестер вот такой классический это классический тестер для такого рода извращений будем так говорить так для начала нам понадобится подключить все это хозяйство вот так источник питания у меня скажу сразу довольно мощный порядка до 6 ампер выдерживает кабель оригинальные смартфона тоже долговечный сбрасываем короче все параметры подключаем подожди-ка что-то я не то стопы нам-то надо использовать от аккумулятора так хорошо от аккумулятора ладенько берем источник питания в качестве источника питания у меня самодельный миниатюрный лабораторник будет ток нагрузки ставим до 4 ампер входное напряжение ставим 4 вольта как бы среднестатистическое напряжение аккумуляторной батарейки сначала подключен через эту хрень потом уже подключен через то подключаем этот адаптер я на тут подключаем так подсоединяем питание черный минус красный плюс вот у нас уже светодиодик загорелся синенький говорит о том что плата у нас выдает выходное напряжение так как он стоит у нас на выходе дальше тестер показывает наличие 5 вольт замечательно подключаем нагрузку на нагрузке мы ставим сколько тут у нас 0 2 ампера ну вот по нулям у нас получается 4 91 на холостом ходе при входном напряжении 4 вольта у нас на блоке питания 0 11 ампера то есть 100 миллиампер так начинаем повышать ток повышаем до 100 миллиампер в нагрузке давай даже до 150 так вот среднячок такой возьмем даже 0 2 вот 0 2 ампера 4 88 вольта потребление от источника питания 0 4 ампера что в два раза больше чем выходного источника и напряжение у нас также держится 4 вольта так прибавляем ток давай сразу до пол ампера крутанем вот пол ампера 4 85 вольта 4,85 вольта нагрева никакого нету абсолютно потребляемый ток вот этой фигней пол ампера на выход на входе у нас 4 вольта 800 миллиампер почти 1 ампер потребляет так крутим дальше до 1 ампера так вот крутим до 1 получаем вот 1 ампер на выходе вернее на нагрузке 4,8 вольта нагрева практически не ощущается при этом от источника питания уже идет 1,6 ампера потребление напряжение 4 вольта то есть напряжение ток уже приличный сработал Карлосон на нагреве по датчику температуры давим 2 ампера сначала 1,5 а потом 2 все пошла защита срабатывать видно как мерцает короче так и что у нас получается получается что ток достигает 1,4 ампера по-моему нет нет 1,4 на грани еще все 1,4 ампера она срывается система идет срыв идет сильный нагрев дросселя микросхема микросхема тоже начинает греться но дроссель греется прям бешено я бы сказал потребляемый ток шкалит до 3 ампер скачка образна два с половиной три ампера на входе и на 1,4 ампера она у нас все гаснет короче начинает вырубаться периодически не знаю с чем это может быть так сказать связано может быть из-за того что контакты такие вот на крокодилах как бы ну вот смысл смысл понятен 1,4 ампера и все она уже не держит сомневаюсь что вот эта штуковина тоже 2 ампера выдаст заявленных очень я сомневаюсь в этом ну сейчас посмотрим все вот 1,4 ампера и все она в перегрузку уходит убавляем ток будем пытать теперь эту плату ну до 0,2 убавила обманывают нас китайцы грубо обманывает 1,4 ампера вот эта плата выдерживает вот ее аббревиатура не знаю чего тут означает эта хрень дата выпуска 0,5 0,5 18 так подключаем теперь вот эту плату v-in минус v-in это минус хода соответственно противоположный контакт это плюс итак эта хрена она у нас подключена подключаем нагрузку и на токе 0,2 ампера 5 вольт при этом потребление от источника 4 вольта 0,45 ампер прибавляем до 1 ампера сразу уже так будем жестко давать вот 1 ампер просадки самое интересное не наблюдается 5,02 вольта от источника потребления идет уже 1,9 ампера при 1 ампере на нагрузке крутим дальше уже пошла просадочка 1,2 ампера напряжение 4,95 едем дальше 1,35 ампер от источника от источника уже почти в 3 ампера ток потребления 0,90 0,90 2,95 ампера о ты смотри-ка 1,5 ампера все для нее это по ходу предел хотя нет 1,5 ампера нагрузка от источника от источника питания потребления 2 ампера 2,9 ампера 4 вольта здесь у нас просадка 4,35 вольт ток потребления 1,5 ампера крутим дальше пока не опухнет все 4 вольта просадка это уже считай край 4,15 4,14 4,15 вольта 1,6 ампера очень жестко греется дроссель вот этот большой он причем огненный и от нагрузки от источника питания у нас 2,9 ампера так и продолжает быть так ну чё давнем до 2 кратковременно ампер все 2 ампера 3,6 вольт 2 ампера 3,6 вольта при этом потребление от источника 3,15 3 ампера 15 мили 150 милиампер убавляем 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 даем Карлсону остудить систему ну в общем что я могу сказать подключаем питание вот эта красная платка повела себя я бы сказал более честно по сравнению с предыдущими двумя платами которые я испытывал вот как то так ну что могу еще сказать если хотите пишите в комментариях будем на этом тестере замеры делать ну пока вот этот тестер в принципе тоже довольно таки четкие показания дает так что как бы вот эта синяя плата некрасиво смотрелось а в плане того что здесь элементы там микросхема стоит кстати микросхема стоит G5177C вот как бы некрасиво вот это все смотрелось но до 1,4 ампера она железно дает нормально вот это дает плата дает практически до полутора ампер железно но начинает сильно бешено дико подогреться то есть ни о каких 2 амперах заявленных производителем здесь речи быть не может чтобы блин были 2 ампера я думаю здесь надо что-то посолидней собирать чем такая вот фигня все с вами был Дмитрий всем удачи подписывайтесь на канал и пока